Привет, ребятки! Мы продолжаем проходить Вольфенштайн! The Old Blood. Давайте, старую кровь надо соскрести. Структура. Блин, я вчера залил ванную водой просто, ребят, это... Как всегда. Знаете, впервые залил водой. Просто я мылся, и... Походу, у меня там или засор, или ещё какая-то фигня, и всё залилось водой. Смотрите, тут стена. Кажется ли, мы тут были, у меня какое-то дежавю. Всё. Реально, у меня дежавю муки пыли. Реально, мне не издали вот проще тут целиться в этой игре. Потому что убедиться всё такое быстро и необузданное, эх! А сюда можно заглянуть? Чё, ты пролезть сюда можешь? Блин, сюда в жизни ты не смогу пролезть. Ты же жирный кабан. Не, ладно, Балашка очень жирный. Он просто, он мускулистый. А это, понимаете, тоже масса. Вот знаете, что даёт вес и объём, и жир, и мускулы. А что иметь лучше, это решать вам, ребята. У меня, у меня вот дисбаланс в этом плане. У меня как раз таки то, что, может быть, лучше и не иметь. Запис... Чё-то я чувствую, у меня грохнуло сейчас. Записки Хельги. Произошедшее в Ульберге становится всё загадочнее. Я считал, что город поел во время вторжения варваров. Ошибка! Новая теория. Город разорили по приказу короля Атона. Почему? Чем применялись горожане? Яких данных. Только сообщение о том, что город был уничтожен быстро и внезапно. Он был восстановлен несколько десятков лет спустя. И такое ощущение, что вся информация о тех событиях просто стёрта. Множество тайн должно быть было погремено под золото... Под золо и пеплом. Я послушала разговоры, обсуждавших этот солдат. Поминали великанов и демонов. Простые сказки простых людей. Но, как всегда, в этих сказках содержится зерно истины. Нужно продолжать исследования. А снегопад всё усиливается. Многого камина, а завтра ужин с Карлом. С ума сойти, что мне надеть? На реале я, по-моему... Я как-то слабо её представляю, вроде, знаете, такого сурового, жестокого командира. А вы, ребят, представляете эту женщину в роли какого-то сурового немецкого... ...юбер-офицера или типа того? Я нет. Получай попу, попу, попу! Я, блин, я помню, что надо через вай переключать для быстрого переключения, но забываю. При этом, просто, знаете, привычка именно селектором делать. У вас тут камера, что ли, даже есть? Минус один. Не, ребят, надо дочистить локацию. Палку поставили. Прилевые патроны кончились. Расчленёнка. Расчленёнка. Палки свастики не было, кстати. А нет, там, вроде, была свастика, но и то там была не такая, здесь прям самая натуральная. Мне кажется, я не единственное, кому с рук это сходит. Хотя в Америке, в Америке, в Германии наверняка игра зацензуренная, я просто уверен, что в Америке, в Германии игру цензурят. Потому что в Германии запрещена свастика. Хотя, по сути, свастика это славянский и символ солнца, мне никогда не было ничего плохого, это её опорочили. Рапорта, рапорта допроса, рапорт, блин, я что по-английски говорю. Следователь, штурм, штурмбанфюрер Руди Егер. Субъект, двойной агент, работающий на союзников. Субъект был задержан в замке Вольфенштейн в сопровождении другого агента, подозреваемый в кабинет фрау Аберштурмбанфюрер. Есть подозрение, что агентам оказывают помощь в силосопротивлении в Бадерборне. К субъекту были заданы вопросы относительно его личности, задания в замке Вольфенштейн в сопровождении кабинет фрау Аберштурмбанфюрер, а также имея контакта в Бадерборне. Субъект оказался отвечать на все вопросы. К субъекту был применен электрошок, одна, как подозреваемый, он отказался гораздо крепче, чем можно было предполагать. Он брожа отказался от ручки, и встанет физические страдания. Вместе с электрошоком или другие техники допроса, удар по тупым предметам, нанесение порезов, обливание водой, безрезультатно субъект отказывается сотрудничать. Большое здесь сломалось бы гораздо раньше. Очевидно, субъект ранее опыта агента очень высокого ранга. Субъект отказывается назвать себя или свой контакт даже под длительным сеансом электрошока. Как ранее измотан, и скорее всего еще несколько секунд электрошок убьют его допрос, приемленности или дать субъекту уставить силы. Ладно, давайте не будем тут все обыскивать, а просто освободим нашего друга. КОНЕЦ Может, я знаю, за этим он мне и рассказывал этот секретный трюк. Может, даже сейчас я буду на стульчике? А, я немного боялся, если у вас потеряло... Грета, блай! Грета был големен, я делал пищу, чтобы уйти в везду. Я уверен, что вы понимаете. Супъект, маленький нацизи-фак! А-ха-ха-ха-ха! Маленький нацизи-фак! Ты смеющий человек, клон из класса, когда ты был ребенка, я бы сказал. Ну, смеющийся здесь. Мой сын, который умер от электрофессии. Такие уходы не были необычны в холодных деревах в Хуа-Валле. Я помню, что мой отец мне сказал, что он стоял в воде, когда это произошло. В воде для электрофессии. И что там в наших телах? Да, это правильно. В воде. Когда я нажму этот кнопок, электрофессия будет влезать через ваш тел, проводя по этой воде, и это будет укрепляться, и ты чувствуешь самый сильный болезненный, который ты чувствовал в твоей жизни. Если ты не хочешь чувствовать эту болезнен, что это неизвестен, ты должен ответить мою вопрос без херстания. И так, кто из твоего контакта в городе? Клаус. Кто это Клаус? Санта Клаус. До четырех, хлебчок. Раз, два. А? А. А. Твоя комедия не будет спасать. Ты говоришь. Ты не говоришь. Почему ты не выживаешь? Твои девушки умерут в лесах и в лесах. Это ужасно. Как вы выживаете на бензе. Твоя война потеряется. Когда я свободен, я выживаю тебя в этой петле, пока ты умер. Которая четыре. Вдох. Которая четыре. Вспомнил. Вспомнил. Одну, последнюю минуту, и тогда я убеду тебя. Кто твоя контакт? Да? И когда я с тобой сделаю, я убеду твоего птица. Да? О, я знал, мне понравится! Нет! Получай! Давай, выполняй обещания! Получай! Получай! Убил твоего птица, Руди. Модель открыли с собой. Грета Камфхунд Альбинос. Ее подарили Руди Егеру за верную службу в качестве диссировщика у генерала Черепа. Грета беззаветно предана Руди. Любит человеческое мясо и обожает, когда ее чешут за левым ухом. Хорошо, это была полезная информация. Боевой пистолет. Блин, похоже на револьвер. Давайте постреляем по мишеням. Знаете, это как в тире в детстве. В окошках появляются какие-то, ну не знаю, солдатики в данном случае. Здесь я не помню, что появлялось. И мишени. И ты по ним палишь. Лучше бы солдаты из Блокенштайна. Тут явно веселее. Они хоть двигаются. И можно подойти вплотную, и щитырить, и их убить. Амди, откуда пальба? В детстве я, кстати, очень любил парки Аттракционов. Потому что это самое веселое, что у меня в детстве было. Именно, знаете, парки Аттракционов. Я думаю, мы их все любили. Гранат ловите. Даже для оглушения хорошо. Я обожаю кататься на этих машинках, знаете, электрических, которые ездят по... Ну, автодром, по-моему, назывался эта штука. А сейчас парки развлечений пусто. Я помню, раньше в этих парках с Аттракционами, когда они приезжали, летом толпа была. И... Да блин, да блин, да блин, толпа. Обожал я это в детстве, ребята. Еще, блин, я жалею, что у меня в детстве не было приставок. Не Дэдди. А может, сейчас бы я отлично играл на контролере. Но родители мне не покупали. А вроде как-то просил у них Дэнди и говорил, что я хочу Дэдди. Если мы говорили, денег нет, все, не будет Дэдди. Мы говорим, у тебя и так все есть. Зачем тебе еще там консоль. И вот я жалею об этом. На вход, это конец главы. Глава четвертая, бедство. Кстати, а я не помню, сколько Дэнди тогда стоило. Совершенно не могу вспомнить. Я помню в детстве, когда мне было лет... Ой, я не знаю сколько. Восемь может быть. Я видел в одном магазине PS2 продавался. Еще такая старая громоздкая PS2. Что-то сразу начал. С пальбы. Старая... Блин, но у меня сегодня предстоит это с глушителем. Так что я не смогу поставить... А, нет, смогу. Наверное. Эй, по умолчанию, слушай. Помню, в основной игре раньше нужно было заслужить глушитель. Когда я играл в Дэнди и Ода. Еще был Вольфенштайн образца 2007 года, но это было совершенно не то. То есть, да, там было интересно, но игра была нудна и скучна. И, в принципе, да, она была отчасти веселая, но очень быстро надоедала. Ну-то, я помню, там PS2 в детстве была, но мне ее не хотели покупать. Тоже потому, что дорого было. Игры-то стоили уже 1600 рублей. Эм... Лицензионные на PS2, я помню, и на Xbox. Я помню, и на Xbox были игры. На первый Xbox его тоже можно было купить. Но он стоил очень дорого, по-моему, там 2-3 тысячи, если не больше. Или даже больше, даже 10. Я не помню, серьезно, сколько лет. Может, кто вспомнит, скажет мне, сколько Xbox стоил тогда первый Xbox. Не Xbox One! Еще есть просто оригинальный Xbox One. А, да, он так назывался, Xbox Original. Или он просто... Да, он просто Xbox назывался. Как бы есть Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Кстати, Xbox One называется Xbox One. Потому что была концепция, типа, все в одном. То есть... One от слова не один, а единый. То есть, вообще, все в одном. Все в нем. И... В принципе, мне кажется, зря... Нет, хотя не зря, в принципе... Я не знаю, почему Xbox One не любит. Отличная консоль, на самом деле. Отличная. Вот я играю на нем сейчас и... Отличная консоль. Надежная. Все делает, что надо. Не греется, ничего. Она громоздкая. Да, я согласен, что она тяжелая и громоздкая. Но, блин, нам же с ней не в поход ходить. Потому что, в принципе, ее громоздкость, я считаю, вполне можно простить. Минус офицер. Я вполне могу простить Xbox, то, что он довольно, ну, такой крупный. Как я понимаю, солдат на уровне нет, только офицеры. Не знаю, то ли это куда нужно по сюжету идти, но... Я то обойду. Знаешь, тут меня реально проперло на... Ностальгия. Я просто вспомнил все это, знаете. Напомню. Именно Вольферштейн как-то он меня простимулировал. Потому что игра... Не новая, скажем так. Ну, по большому счету, сама концепция далеко не новая. Я летом, я уже говорил про это, но скажу снова, я летом играл еще в Вольферштейн 3D. По-моему, даже не этим летом, а год назад я играл в самый первый в Вольферштейн. Меня тогда еще мало смотрел. На канале было там всего лишь пару тысяч подписчиков. И просмотров того меньше. Как-то обычно бывает. И... Я тогда проходил эту игру. Думал, что, наверное, будет много смотреть. Наверное, всем будет интересно. Но нет. Как-то получилось, что... Особо никто и не заинтересовался. А игра стоящая, на самом деле. Несмотря на то, что... А 1905 года, естественно, ни о каком графончике красиво речи там... Не идет. Но в свое время игра была довольно продвинута, кстати. Нет, я играл, мне нравилось. Поезд для гранат, ребята. Перк разблокирован. Где мое достижение за перк? А, вот она. Подъехала немножко с опозданием. За все перки дают достижение. Вместе PS4, ребята. И вообще, консоли я покупал чисто для канавы, не для себя. Я должен сказать, что... Я консоли покупал только для канала. Для вас, ребята. Мне эти консоли... Я без них, кстати, мог бы и обойтись. Но ради канала я подумал, что, блин, надо. Чтобы я мог снимать, так сказать, все игры. Абсолютно любые. Которые выйдут. И эксклюзивы тоже. В Xbox мне нравится, что здесь игры выходят несколько раньше. Они выходят прям ровно по расписанию. В PS4 бывает там чуть позже, чуть раньше. Но на Xbox One всегда по расписанию. То есть там ровно в 12 ночи. Если написано дата релиза там, скажем, 5 мая. То... Ровно там в 12.00 5 мая в игру уже можно играть. Мне вот это очень нравится в Xbox. Что как бы... Именно вот эта точность. Что вот я могу... То есть как бы я... У меня есть гарантия, что я буду в эти часы играя в Steam. Постоянно ждешь игру к одному числу. Разработчик берет и переносит ее там на другое число. Или она выходит раньше. В запланированном времени. Как-то не знаю. Вот это мне всегда немножко не нравилось. И у PS4. Блин, мяч сейчас грохнут. Пятцы негде. Они все отсюда прок. У меня нет... У меня нет гранат свободных. У меня пакетов вообще нигде тут. Блин, вообще конец есть? В верхней крепости. Так, где у нас проход? Вот тут. Там на поезд. В принципе, сразу можно было заскочить. Но это скучно. Лучше пострелять врагов. Но нравится, что здесь не как было раньше в Call of Duty типа тира. Что пока там не перебьешь всех, ты дальше не пройдешь. Тут можно всех не перебить, но при этом пройти. Платформа фроникулера. Походу мы завершили еще один уровень или кусок уровня. У меня нет фронт. Здесь нет РПГ или сайт. Не изменяй. Тут нет РПГ. Тут есть пансер фаус. бла-бла-бла-бла-бла да я сбежал все храним блин тоже вагонетка я я я я быстрее нельзя я опаздываю чёрт соседняя поехала тепло пробиваем и походу звание по стиле я помню блин вот так что и пострелили вагонетку и она упала опять подсадные удочки ха сами себя взорвали сейчас новый сами себя взорвут а не он не успел взвести гранату походу а этот успел всем всех перебили остались без патронов и питание восстанавливать а то собственно вариантов нет а вот так вылезть наверх так так мне нужен бомбаршуз ну вы здесь себя засранец готово так а дальше что как как быть когда вылез и оу понятно трубой старая добра техника с атакой трубой ну и на лярму активировали бежим даже таких чувакок можно валить может все таки возьму автомат не жалея патроны ребят не жалея патроны а 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 у а а а Продолжим в следующей части. Мне самое интересное, что же дальше будет, ребят. Мы прошли с вами практически больше половины игры. Спасибо за просмотр, ребят. И до следующей серии.